Молодой ученый Казанского федерального университета разрабатывает новые температурные сенсоры для медицины и промышленности. Максим Пудовкин представил проект «Исследование физических основ функционирования люминесцентных температурных сенсоров на основе нано- и микрочастиц фторидов, активированных ионами редкоземельных элементов с целью получения сенсоров с максимальными характеристиками». В конкурсе Российского научного фонда проведение инициативных исследований молодыми учеными. Максим стал победителем и обладателем гранта, необходимого для дальнейшей реализации проекта. «Это все нужно в первую очередь для промышленности, потому что в промышленности есть такие задачи, когда нужно померить температуру, например, какого-то очень маленького объекта, это микросхема или транзистор. Тогда, соответственно, никаким градусом нельзя произвести измерение, нужны какие-то неинтрибационные методы, например, нано-частицы в контакте, у которых сигнал флуоресценции, например, цвет ее зависит от температуры. И таким образом, применяя микроскопы, применяя эти технологии, можно контролировать температуру в таком маленьком пространстве». По словам старшего научного сотрудника, для широкого класса задач, промышленных установок и медицинских целей достаточно использовать традиционные методы измерения температуры с применением ртутных или спиртовых термометров, термопар и тепловизоров. Однако в науке и промышленности существует ряд сложных задач, связанных с измерением температуры, например, очень маленьких объектов. Также актуальны задачи неинвазивного измерения температуры и визуализации температурных полей с высоким пространственным разрешением. Для таких целей и актуально применение люминесцентных температурных сенсоров. «Сейчас, по сути, мы будем смотреть, что такое люминесценция с помощью нашего лазера. То есть это, в принципе, очень уникальная установка. Она способна генерить в ультрафиолете видимый диапазон и прекрасный диапазон. Это очень такая многогранная вещь. Здесь наш кристалл находится, если, может, кто-то слышал из такой, литий-итрий в ТОР-4. И два его на активаторе. Это диспризий и тербий. И он светится под действием ультрафиолетов излучения. То есть видно, что мы не видим ультрафиолет глазом, но так как он попадает на кристалл и он его перезлучает в люминесценцию, вот мы видим интересное такое свечение. И его можно визуализировать. То есть, по большому счету, ученому этот свет ничего не говорит. Это просто красивая картинка. Но если мы возьмем, поднесем световод и у нас в пачке со спектрометром, ну и с монитором, то можем увидеть, как вот здесь на мониторе появляется картинка. Вот полосы люминесценция. Интенсивность от длины волны. То есть, таким образом, мы изучаем, как вот эти свойства, и не только они, а зависит от температуры. Победитель конкурса также подчеркнул, что рецензентам Российского научного фонда в представленном проекте особенно понравилось наличие серьезного научно-технического задела, публикации на исследования. Также эксперты отметили актуальность выбранной тематики и способы привнесения новых алгоритмов для реализации задач. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универниус.